Ежегодно в России полторы-две тысячи детей рождаются с диагнозом спинобифида, одной из самых сложных врожденных патологий позвоночника, включая поражение других органов и систем. Мы находимся в столице ортопедии, в Кургане. Здесь, в центре Элизарова, эту проблему решают комплексно. Клиника патологии позвоночника и редких заболеваний. Здесь лечат сложнейшие аномалии развития осевого скелета и редкие врожденные патологии, в том числе спинобифида. Спинобифида – порог развития позвоночника, представляющий собой неполное закрытие нервной трубки плода, врожденная спинномозговая грыжа, выпячивание спинного мозга через несомкнутые дужки позвонка. С одной из самых тяжелых врожденных патологий позвоночника ежегодно в центре Элизарова обращаются 20-25 семей из России и стран ближнего зарубежья. Общая статистика говорит о том, что эта врожденная аномалия в развитии позвоночника встречается у 17-19% новорожденных. Это нарушение развития происходит внутриутробно и заключается в том, что позвонки, которые составляют позвоночник, они не закрываются, не замыкаются в кольцо. Вот это состояние и называется спинобифида. Форм спинобифида существует великое множество. От скрытых форм, это спинобифида оккульта, когда мы иногда даже не видим, что у ребенка или у пациента есть какая-то патология. Такими сигналами, красными маячками могут служить какие-то пятна на спине, родимые, большие, в том числе какие-то пятна с обильным оволосением, вмятины, точечки на спине вдоль позвоночника, в том числе из которых выделяется жидкость. Вроде бы это кажется, что это небольшие какие-то изменения, но, к сожалению, они могут привести к катастрофическим последствиям. Поэтому важно в таких случаях как можно раньше обратиться к врачу, если вы заметили вот такой признак, такой знак, да, потому что раннее оперативное лечение, оно обезопасит вас и вашего ребенка от последующих осложнений. Мама 4-летней Полины узнала о страшном диагнозе своего будущего ребенка на 33-й неделе беременности по результатам УЗИ. Столкнувшись с пугающей информацией, начали искать ответы в интернете. И первое место, куда обратилась семья – Тюменский реабилитационный центр «Надежда». Туда берут детей с трех месяцев. Врачи центра «Элизарова» часто проводят в «Надежде» выездные консультации. Так Полина попала в надежные руки докторов Российско-научного центра восстановительной травматологии и ортопедии имени «Элизарова». В 4 года девочка впервые приехала на лечение в центр «Элизарова». У нас одна из сложных разновидностей спинно-возговой грыжи была. То есть у нас был открыт спинный мозг. Была вероятность того, что сюда попадет инфекция. Врачи так и говорили, что, скорее всего, после рождения, к детальному исходу должно было все прийти. Но у нас так случилось, что в последний момент вот эта вот грыжа, она закрылась пленочкой маленькой. И благодаря этой пленочке мы сутки пролежали в реанимации, она лопнула, и нас вопрошена операция. Мы здесь второй раз уже оперируемся. То есть первую операцию нам сделали более щадящую. Поставили конструкцию только на крестец. Ну, то есть уходить начала спина с колес. То есть нам на крестец поставили конструкцию. То есть в надежде на то, что вдруг дальше не уйдет спина будет. Давайте попробуем, давайте попробуем. Но все-таки спина у нас ушла дальше. И мы провели снимки через полгода. И нам сказали, что приезжайте. Будем ставить на весь позвоночник тоже конструкцию. Очередной этап – это мы хотим вставать в аппараты. То есть сейчас мы восстанавливаемся после операции. Изготавливаем аппарат, чтобы пробовать ребенка ставить в аппарат. Вертикализировать, пробовать ходить в этом аппарате. То есть если будет у нас получаться, то потом мы будем заниматься ногами, оперировать ноги. Ну, опять же, консультироваться здесь со специалистами. Чем они нам могут помочь. То есть что подсказать, как правильно все это сделать. В первую очередь это решить сначала проблему урологии. Потом заниматься уже всем остальным. Если не будет здоровых почек внутренних органов у ребенка, ну, остальным заниматься просто бесполезно. В развитых странах спинобифида диагностируют на сроки 12 недель беременности. У женщины есть три варианта при этом. Прервать беременность, сделать внутриутробную операцию или сделать операцию сразу после рождения. В настоящее время в клиническом госпитале Лапина в Московской области были сделаны 11 операций. Одна операция проведена в Государственной клинике в Москве в Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и периметологии имени академика Кулакова. Сейчас мы активно развиваем эту тему более ранней диагностики. Мы хотим сделать программу раннего информирования для беременных, чтобы они понимали и знали, что такое спинобифида, знали, что есть пути решения. Сейчас около 10 женщин из России были прооперированы внутриутробно в Швейцарии уже. И у них родились дети, которые значительно в лучшем состоянии, чем если они не были прооперированы. Инна Инюшкина – идейный вдохновитель и президент благотворительного фонда «Сделай шаг», который стал спасательным кругом для всех российских родителей детей с диагнозом спинобифида. А это ее 6-летний сын Матвей. На 33-й неделе беременности Инна узнала, что у ее будущего ребенка спинномозговая грыжа, которая затронула груда поясничной крестцовой отделы позвоночника. После рождения сына Инны считали палеотивным и не оперировали. Грыжа оставалась открытой в течение двух недель. Страх перед неизвестностью заставил молодую маму искать поддержку в интернете. Не дождавшись там помощи, я организовала сбор помощи, денег прямо на своей странице шаги в фейсбук, и уехала в Израиль, где его поперили в первые же часы, которые мы туда приехали. Нас встречали со скорыми, с криками экстренной ситуации. Прямо сейчас нужно делать операцию. Установка металлоконструкции на самом деле звучит очень страшно. Я доверилась центру, и вот в этот раз я приехала, и мы уже второй месяц лежим, выпрямив спину моему ребенку, сделав операцию по установке металлоконструкции. Супер социальный мальчик, влюбленный в шахматы, музыку, брейк-данс, плавание, верховую езду. Всем этим Матвей занимался до установки металлоконструкции. Сейчас ему требуется серьезная реабилитация и постепенное возвращение к привычной жизни. Основная задача – максимально использовать весь потенциал ребенка в плане передвижения, сохранить ему и поддержать функции внутренних органов, и, конечно, возможности сохранения интеллекта и общения со своими родителями и сверстниками. Проявление заболевания зависит от уровня и тяжести поражения спинного мозга, начиная с самых тяжелых поражений спинного мозга и позвоночника, которые уже вторично влияют на сердце, легкие, мочеполовую систему, а также косвенно на головной мозг. До более легких, которые включают небольшие отклонения в походке, где главная проблема – нарушение функции тазовых органов и деформации стоп. Асият узнала о том, что ее дочка имеет диагноз спинобифида, когда ей было 3 месяца. Девочку прооперировали, назначили курс реабилитации, массажи. В определенный момент остановился рост и возникли нарушения походки. Опытные специалисты фонда «Сделай шаг» помогли направить дочку в центр Элизарова на операцию по фиксации позвоночника погружной системой. У нас появилась чувствительность на ногах, мы пальцы не чувствовали, мизинцы, икры не чувствовали, и появилась чувствительность, и появилась чувствительность, ну, как в патологии мы уже начали, начинаем, можно сказать. Нам делают стимуляцию, стимулируют, но у нас спухи повышены. Да, можно сказать. Спасибо, конечно, нашим врачам. Они, если берутся, они доводят это до конца. Мы столько были во всех центрах, они сделают свои работы и дальше сами как-нибудь. Они тут как бы вот привели нам этого ортопеда. Да, он говорит, ну, дальше дальнейшие действия у нас ноги на голове. По словам ортопедов-травматологов, у детей со спинобифида часто возникают сопутствующие проблемы на уровне бедра, голени, стоп. Наш подход является многоуровневым. Мы знаем, что не является когда-либо ортопедической деформацией в действии этой патологии. Она не локализуется только в одной атомической области, а, как правило, задействована 2-3 на обеих конечностях. И, конечно, мы стараемся при возможности со стоматического статуса ребенка выполнять коррекцию деформаций везде. Естественно, это сопровождается последующим рациональным ортозированием, нашими советами по ранней реабилитации, вертикализации. В клинике нейроортопедии и системных заболеваний Центра Елизарова пациентам со спинобифида выполняют операции, которые позволяют вертикализировать ребенка уже на вторую-третью неделю после операционного периода. Ранняя осевая нагрузка на конечность возможна при правильном подборе метода лечения и типа импланта. Детям со спинобифида и вообще детям с нейроортопедической патологией целесообразно избегать внешней фиксации для исключения выраженного болевого синдрома, для исключения повышенного риска септических осложнений, которые связаны с внешней фиксацией, особенно при нарушении трофики тканей, которые мы знаем, существуют у детей со спинобифида. Поэтому преимущественно погруженные фиксаторы, но самые разнообразные, на костный, внутрикостный, интервентарный. Центр Элизарова занимается лечением пациентов со спинобифида на протяжении 7 лет. Преимущество Центра Элизарова в мультидисциплинарном подходе к лечению пациентов со спинобифида. Мы берем пациентов с самого рождения, вы можете к нам обращаться, писать. Ну и соответственно, в том числе, если это какие-то срочные случаи, вот-вот только ребеночек родился, мы тоже можем помочь вам понять, как правильно поступить в первую очередь, если нужно выехать на место, если нужно транспортировать сюда, и как-то помочь кормить квоту, или это будет КОМС, скоординировать действия. Решением проблемы на разном уровне занимаются клиника патологии позвоночника и редких заболеваний, клиника нейроортопедии и системных заболеваний, клиника гнойной остеологии и клиника реконструктивно-пластической хирургии и хирургии кисти. Центр Элизарова является сейчас де-факто референтным центром по патологии позвоночника и центральной нервной системы у патологии с пациентов спинобифида и по патологии нижней конечности. Отдельно скажу, что также большая проблема это мягкотканная инфекция и дефицит мягких тканей, которые тоже сейчас с привлечением коллег из клиники гнойной ортопедии, из клиники реконструктивной хирургии мы последовательно решаем и сейчас вышли на действительно очень высокий ведущий экспертный мировой уровень, пациенты со спинобифида они часто имеют именно дефекты мягких тканей вместе с менингами его цели, удаленного либо это дефект, с которым рождаются уже дети и часто при реконструктивных операциях на позвоночнике, в том числе нейрохирургических, появляются дефекты, которые требуют тоже немедленного срочного разрешения и их закрытие, ну часто это проблема. Поэтому, конечно, мы взаимодействуем с данными отделениями, которые проводят такие операции и 13-е и 14-е отделения нашего центра Элизарова, которые объединены в клинику реконструктивно-пластической хирургии и хирургии кисти, помогает в лечении таких пациентов. Команда высококвалифицированных специалистов центра Элизарова решает единую задачу максимально использовать весь потенциал ребенка в передвижении, поддержание функции его внутренних органов и возможности сохранения интеллекта. В области лечения пациентов со спинобифида центр Элизарова признан референтным центром в России. Мы занимаемся всей патологией севого скелета, включая патологию головного мозга, начиная от ранних вмешательств по закрытию дефектов и тяжелых аномалий развития спинного мозга первичных, заканчивая их ведение на протяжении всей жизни этих пациентов, которые включают последующие реконструктивные операции дефиксации спинного мозга, иногда это реконструкции крайне вертобрального перехода, шунтирующие операции, которые позволяют нам восполнить недостаток дисфункцию ликворопроводящих путей. Безусловно, это коррекция деформации позвоночника, правильное позиционирование таза, для того, чтобы можно было хорошо вертикализировать этого ребенка. Но задача многокомпонентная, потому что на каждом этапе, помимо планирования хирургии, нужен контроль, контроль, контроль состояния этих детей. Лечение с таким диагнозом проходит без привлечения личных средств пациента, в приоритете государственные источники или средства благотворительного фонда. Маргарита родилась на две недели раньше срока, со спинно-мозговой грыжей. Первичные операции пришлось ждать больше месяца. Оперировались и в Санкт-Петербурге, и в Германии, и уже ряд операций был проведен курганскими врачами центра Элизарова. У нас частые операции на ножки, которые, ну, такой, скажем так, откат назад дают. И нам приходится после каждой операции реабилитироваться и восстанавливаться практически с нуля мышцы после долгого лежания в гипсе, в аппаратах разрабатывать сначала, так как трофика нарушена, и мышцы слабеют. И поэтому мы добиваемся определенных результатов, прямо так, хороших. Ну, вот сейчас в нынешней ситуации нам врачи обещают, что это наши последние операции. Пациенты со спинно-бифида должны быть практически с рождения нацелены на профилактику осложнений и использование технических средств реабилитации. Средства для передвижения, вертикализации, фиксации конечностей в покое. Такие пациенты часто у них снижена или отсутствует чувствительность в нижних конечностях, и эти тутеры требуют достаточно тщательного изготовления и тщательного контроля, не менее важно. Потому что какой бы ни был ортез, который сделан, как бы качественно он ни сделан, если он применяется неправильно и не контролируется кожные покровы, ну, соответственно, будет результатом этого, это пролежние дефекты мягкой ткани вместе фиксации. Важный шаг в развитии медицинской помощи пациентам со спинобифида в Курганской области был сделан в 2018 году. В центре Елизарова появился первый в регионе физический терапевт, специализирующийся на реабилитации такой категории пациентов. Инструктор-методист ЛФК Алена Рожина прошла годовой курс обучения в Медико-социальном институте Санкт-Петербурга. Повышение квалификации реабилитологам по дополнительной профессиональной программе физическая терапия позволило начать в центре Елизарова новый вид реабилитационной деятельности. Целевая аудитория физического терапевта – пациенты с утраченными конечностями, травмами и тяжелыми патологиями позвоночника, черепно-мозговыми травмами, постинсультным состоянием, нейроортопедические больные. Задача физического терапевта помогать таким пациентам не только восстанавливать функциональные возможности организма, но и прежде всего адаптировать людей после лечения к условиям обычной жизни. Стажировку специалиста центра Елизарова профинансировала благотворительная программа спинобифида фонда «Сделай шаг». Физического терапевта в реабилитации детей с диагнозом со спинобифида заключается в том, чтобы поддержать и либо ограничить возникновение осложнений наподобие контрактур, деформации позвоночника, поддерживать функцию дыхательной и сердечно-сосудистой системы, восстановить по возможности движения ребенка или поддерживать те движения, которые он умеет делать. Медицинской общественностью и представителями благотворительного фонда «Сделай шаг» сегодня ведется активная работа по развитию ранней диагностики сложнейшей патологии, по повышению уровня осведомленности женщин во время беременности о спинобифида и о путях решения этой проблемы. К сожалению, мы до сих пор, даже сейчас, в 2017 году, встречаемся с огромным количеством случаев, когда ребенок рождается с тяжелой патологией, недиагностированной, когда мама узнает о том, что у нее ребенок с патологией прямо в роддоме. И это большое потрясение для всей семьи, то есть у нее не было времени хоть как-то подготовиться к этому, узнать, что это такое. То есть ей приходят и в роддоме об этом говорят. И это тоже большая причина отказов от таких детей, потому что там же в роддоме маме предлагают отказаться от этого ребенка, вместо того, чтобы рассказать, как его лечить, куда обратиться, где получить помощь. Маме просто говорят, что в детском доме ему помогут, а вы родите здорового. И мы сейчас знаем о ста детях в детских домах, и мы постоянно стараемся их наблюдать, искать, усыновлять. То есть у нас есть уже такая программа помощи детям в середческих учреждениях. Единственной пациентской организацией в России людей со спинобифида является благотворительный фонд «Сделай шаг». В настоящее время президент фонда Инна Инюшкина, мама ребенка со спинобифида, стремится не оставить без внимания, а главное информации о диагностике, лечении и реабилитации ни одного пациента с подобным диагнозом. 25 октября – Всемирный день информирования о диагнозе спинобифида. Главный информационный портал пациентской организации постоянно пополняется новыми полезными видеоуроками для родителей детей со спинномозговой грыжей, которые проводят высококлассные урологи, неврологи, ортопеды, психологи, эрготерапевты, педиатры, нейроавтальмологи. В фонд можно обратиться за любой информацией и помощью. Его организаторы стараются делать все, чтобы собрать средства на операцию, специальную технику и реабилитацию, связать с врачами и специалистами, оказать информационную и психологическую помощь своим подопечным.